Всем привет, друзья! На связи МК, меня зовут Михаил Крошин, давно не виделись, надеюсь, вы не сильно скучали. Я пропал на две недели, потому что занимался своими шкурниками, сейчас делаю фасад дома, ещё я выгнул дверь в машине в обратную сторону, когда выезжал от ворот. В общем, несмотря на то, что я решал вот эти все шкурники, я нашёл время и подготовил для вас отличный материал. Ну какой же молодец! На рынке что компьютеров, что ноутбуков, долгое время царём и богом была компания Intel. Но всё изменилось в 2017 году, когда AMD представила процессоры Ryzen. На рынке десктопных процессоров Intel резко стала догоняющей. Да, просто погнались и давай догонять. Вон он стоит, улыбается. Он догонял. На текущий момент 80% процессоров, которые продаются в Европе, принадлежат компании AMD. Почему так получилось в десктопном сегменте, вы можете узнать в нашем видео Intel против AMD. А сегодня мы поговорим именно про мобильные процессоры. И, конечно же, с выпуском Ryzen компания AMD решила покорить и мобильный рынок. Но, как всегда, что-то пошло не так. И в этом видео мы разберём, почему мобильные процессоры AMD Ryzen не стали такими мегапопулярными. Неужели процессоры AMD в мобильном сегменте настолько плохи? И да, и нет. Смотрите видео и всё узнаете. Поехали. Спросите ваших знакомых, далёких от IT, знают ли они компанию Intel. Ответ, скорее всего, будет утвердительным, в отличие от ответа на аналогичный вопрос про AMD. Поэтому, когда в 2018 году на рынке стали появляться первые лэптопы на Ryzen, многие пользователи отнеслись к ним с подозрением. Вспомните первый год после релиза десктопных процессоров на архитектуре Zen. Проблемы с разгоном ОЗУ, с периферией, проблемы с виртуализацией, БСОД и прочие прелести молодой платформы. А ведь в ноутбуках есть много дополнительных ограничивающих факторов. Например, процессоры в них должны быть достаточно энергоэффективными, и добиться этого нужно в том числе и при помощи программной оптимизации. И, как в случае с десктопными Ryzen, с мобильными на старте тоже хватало проблем. Вернее, даже не столько с ними, сколько с их интегрированной графикой AMD Radeon Vega. Не выход из сна? Пожалуйста. Отвратительный FPS в половине игр? Конечно. ПСОД по каждому чиху, связанному с подключением второго монитора? А куда ж без них? Конечно, всё это можно было поправить обновлением драйверов. Но вот незадача AMD взяла и спихнула их разработку на конечных вендоров, которые производят лэптопы. Разумеется, всякие Asus и Lenovo от такого расклада слегка удивились, и обычно ограничивались лишь одним графическим драйвером на момент выхода ноутбука. Это вызвало волну негатива у тех, кто всё-таки решил рискнуть и купил лэптопы на первых мобильных Ryzen. Почти год компания AMD морозилась от этих проблем, и лишь после этого решила взять создание драйверов под мобильные Vega в свои руки. Но к тому времени первое впечатление о ноутбуках с Ryzen уже было испорчено, и люди в основном предпочитали решения на Intel, которые были гораздо надёжнее, пусть и слегка слабее за те же деньги. И как итог, когда в начале 2019 года стали появляться лэптопы на Ryzen 3000U, то есть на архитектуре Zen+, пользователи отнеслись к ним более чем прохладно, хотя никаких детских проблем с драйверами или стабильностью больше и не было. Разумеется, чтобы поднять продажи, AMD вместе с вендорами стали устраивать красивые демонстрации и активно снижать цены на лэптопы с Ryzen, дабы вернуть себе доверие пользователей. Конечно, это больно било по кошельку производителей ноутбуков, которые вполне возможно решили больше так не рисковать с AMD, и поэтому мы видим такое относительно небольшое количество моделей даже на крутых и новых 7-нм Ryzen 4000. Почти полгода назад компания AMD представила линейку высокопроизводительных процессоров Ryzen 4000H. Они базируются на 7-нм архитектуре Zen 2 и могут иметь до 8 ядер и 16 потоков с частотой выше 4 ГГц, что делает их идеальными решениями для топовых игровых ноутбуков. Однако, куда ни глянь, даже с 8-ядерными Ryzen 9 4900HS в паре встречаются в лучшем случае Nvidia RTX 2060 или вообще GTX 1660 Ti. В чем же дело? Почему в десктопах в пару к тому же 8-ядерному Ryzen 7 3800X многие ставят RTX 2080, а в ноутбуках нет? Ответ оказался простым. У Ryzen 4000H, как и у других APU AMD, для подключения видеокарты отведено лишь 8 линий PCI-Express, причем не новейшей версии 4.0, а лишь 3.0. И для топовых видеокарт, особенно с учетом того, что они подключаются хитрым образом, чтобы картинку на экран всегда выводила интегрированная в процессор графика Vega, этого не хватает для полноценной работы. Разумеется, в ноутбуках на Intel таких проблем нет. Даже Core i5 10-го поколения имеют для подключения видеокарт полноценные 16 линий PCI-Express 3.0, поэтому если вы хотите лэптоп с графикой уровня RTX 2080 или даже 2080 Super, вы будете вынуждены брать ноутбук на CPU из синего лагеря. Нехватка процессоров. Пару лет назад именно с такой проблемой столкнулась Intel. Из-за нехватки 14-нм кристаллов цены на и без того не самые дешевые процессоры компании серьезно поднялись. К тому же ей пришлось даже откатиться в плане чипсетов обратно на 22 нанометра. Именно такой техпроцесс используется в среднебюджетном B365. При этом у Intel собственное производство, а вот AMD является одной из многочисленных компаний, которые заказывают 7-нм продукцию у TSMC. И с учетом того, что процессоры Ryzen 3000 разлетаются как горячие пирожки, красные вполне могли столкнуться с дефицитом кристаллов, ведь не будет же TSMC урезать чужие оплаченные заказы на CPU и за одной только AMD. И это отлично объясняет, почему мы видим относительно немного лэптопов на Ryzen 4000. AMD куда выгоднее удерживать высокую долю в десктопном сегменте, где она уже завоевала всенародную любовь. Ну а в ноутбуки процессоры попадают уже по остаточному принципу. Когда полгода назад компания AMD представляла свои процессоры для ультрабуков и мультимедийных ноутбуков достаточно большой ажиотаж вызвал восьмиядерный 16-поточный Ryzen 7 4800U. Красные смогли в теплопакет около пары десятков ватт впихнуть такого монстра с частотой до 4,2 ГГц, да еще и вместе с не самой слабой интегрированной Vega 8. Поэтому многие пользователи стали с интересом ждать ультрабуков с ними. Мало кто откажется получить в легком полуторакилограммовом устройстве мощь на уровне восьмиядерного Ryzen 7 3700X. И вот на рынке стали появляться решения на четырехядерном Ryzen 3 4300U, шестиядерном Ryzen 5 4600U и даже восьмиядерном Ryzen 7 4700U, но только не на топе. И лишь буквально недавно наконец-таки появились первые модели на Ryzen 7 4800U, после чего стало понятно, из-за чего мы их так долго не видели. А причина в том, что физику, увы, не обманешь. Посудите сами, в том же Cinebench R15 уже после первого прогона результат этого процессора падает аж на треть, с 1600 на 1200 баллов и удерживается на этом уровне при не самой высокой тактовой частоте, около 2,5 ГГц. Просто для сравнения, шестиядерный Core i7-10 710U со сравнимым теплопакетом набирает лишь слегка меньше, 110 баллов. И это при том, что он основан на старой 14-нанометровой архитектуре Skylake, а не на новейшей Zen 2 на 7 нанометров и имеет на целых 2 ядра меньше. Все это говорит о том, что у процессоров Intel в ультрабуках более высокая одноядерная производительность, что важно в типичных ежедневных задачах. То есть, как мы видим, Ryzen 7 4800U оказывается достаточно диковинным зверем. Ждать от него высокой малоядерной производительности в типичных рабочих задачах точно не приходится. При этом, с другой стороны, часто ли вы гоняете на ноутбуке задачи, которые способны нагрузить все 16 потоков, чтобы и сей процессор показал неплохой результат? Ответ, думаю, очевиден. И это отлично объясняет, почему AMD так долго тянула с его выходом на рынок. Флагман наказался с подвохом. В 2009 году разразился скандал. Как оказалось, компания Intel платила крупным производителям и магазинам, чтобы те не создавали и не продавали решения на процессорах AMD. В итоге на компанию подали в суд, и Intel была вынуждена заплатить более миллиарда долларов штрафа. 13 апреля 2020 года редактор крупного технического ресурса Анант Тэч Ян Кортес написал интересный твит, который он достаточно быстро удалил. По словам Яна, Intel платит производителям NAC или компактных ПК на мобильных процессорах, чтобы те не выпускали версии на процессорах AMD или максимально затягивали их выход на рынок. Так ли это на самом деле? Ну, с учетом обострившейся войны между красными и синими и тем фактом, что Intel когда-то уже занималась подобным, в это можно поверить. То, что AMD делает мощные процессоры даже для ноутбуков, это, конечно, здорово. Однако для многих ноутбуки, и особенно ультрабуки, это портативные устройства, на которых можно поработать в дороге, и от них требуется в том числе и хорошая автономность и энергоэффективность. И у ноутбуков с Ryzen с этим затык. Разумеется, сравнивать разные ноутбуки нет смысла, поэтому возьмем Huawei MateBook 13 2020 года. Он есть в версии как на 4-ядерном Ryzen 5 3500U, так и на 4-ядерном Core i5-10210U. Кстати, напишите в комментариях, вас тоже бесит новая маркировка 10-го поколения процессоров Intel. Так вот, оба процессора низковольтные, оба имеют теплопакет около пары десятков ватт, разумеется, все остальные комплектующие, такие как экраны, корпус, аккумуляторы, накопители, клавиатуры и прочее у них одинаковые, что позволяет сравнивать именно энергоэффективность. И результат получается интересным. Если брать обычную ежедневную нагрузку, такую как серфинг в интернете или просмотр фильмов, то версия на Intel оказывается автономнее аж на треть. При этом под высокой нагрузкой CPU AMD позволяет продержаться ноутбуку на 10 минут дольше, однако в любом случае полтора часа мало кого устроит. Почему так происходит? Да потому что Intel почти 10 лет развивает ультрабучную линейку U-процессоров. В итоге они, например, имеют технологию SpeedShift, которая позволяет всего за миллисекунды управлять частотой CPU. Также у процессоров Intel есть различные C-стейтс, так называемые экономичные состояния, в которых ЦП сильно снижает свою частоту и отключает некоторые блоки. А вот AMD стала пилить ноутбуки на Ryzen всего пару лет, и, разумеется, опыт предыдущих FX-образных лэптопов тут помогает слабо. Как итог, по энергоэффективности решения красных оказываются так себе. А если учесть, что от ультрабука далеко не в последнюю очередь требует достаточно высокую автономность... Ты чё, эманутый? Извините, перешёл на китайский. Так вот, очевидно, почему мы видим так немного компактных лэптопов на AMD. Одновременно делать процессоры для ноутбуков и для десктопов достаточно сложно. В результате AMD совершила ряд достаточно серьёзных ошибок, и это, естественно, сказалось на количестве красных ноутбуков в продаже. Однако это не делает их плохими. Зачастую ноутбуки на Ryzen оказываются дешевле и производительнее своих конкурентов. Но речь о тотальном доминировании, как в случае с десктопами, разумеется, и близко не идёт. Друзья, у нас есть сообщество ВКонтакте, поэтому переходите по ссылке, если вы не подписаны. Обязательно подписывайтесь и читайте самые интересные и свежие IT-новости, а также заходите в наш магазин готовых сборок ПК. Менеджер подберёт железо под ваши задачи и бюджет, а сборщик всё это аккуратно соберёт, накатит лицензионную винду, проведёт стресс-тест и, аккуратно запаковав, отправит по всей России. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Не забудьте подписаться на канал. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok